Здравствуйте, товарищи! Сегодня 19 число и хотел бы всех причастных поздравить с Днём Пионерии, с праздником, товарищи! Я также хотел обсудить с вами вчерашний день, потому что он был богат на события и не заметить пройти мимо, которое я просто не могу. Утро обещало быть многообещающим, таковым оно и было, так как в 9 утра СБУ вызвало к себе на ковёр товарища Стерненко. С утра возле офиса СБУ начали собираться активисты и ждали прихода Стерненко, как рок-звезду какую-то. Ну и когда он пришёл, это было похоже на встречу какого-то уже маститого, известного политика. Люди скандировали «Стерненко, Стерненко, мы с тобой, держись!» ...правник из Генерального прокурора на Министр внутренних прав и не будут принимать никаких пропозаконных действий. Побачимо зараз? Побачимо. Поки что... Папа! 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 П здание СБУ и сказал, что он не знает, выйдет он от этого здания, либо нет. Ну и общество надеялось и ждало справедливости, потому что помнят заявление госпожи Венедиктовы, когда она входила на свою должность, что она обещала расследовать преступление Сергея Стерненко. Ну и все ждали о том, что ему включаться подозрение, ну либо арестованность. Первое вопрос. И второе вопрос. Стерненко, которая стала одной из проблем минулого генерального прокурора, и справа, которую он не мог очень четко сховать, чи будет она расследоваться генеральному прокуратуре, чи будет она повернута в СБУ, или будет доведена до конца? Дякую. Пане Александре, я могу очень быстро ответить на все эти вопросы, потому что они, в принципе, находятся в одной площади. Все, что может быть быстро и законно завершено, все будет быстро и законно завершено. Ну, в общем, спектакль, цирк этот был постановочный и спланирован заранее. Стерненко зашел, вышел и всем сказал, что он, оказывается, ни в коем случае не подозреваемый, никакой, а потерпевший. Ну, то есть ты превысил самооборону, убил человека, и ты потерпевший. Ну, нормально у нас судачинство в Украине. Для меня лично оказалось очевидным фактом, что Стерненко двигает большую политику, и для меня не будет удивлением, если там завтра, послезавтра окажется новая праворадикальная партия, там, наперевес в свободе, в корпусу, во главе, там, Стерненко или один из лидеров этой партии, будет Стерненко, с которым будут идти лидеры, потому что свобода из себя изжила уже, а у нас корпус никому не интересен, а националистов и ярых патриотов, бывших в право сектора, там, и прочих, нужно куда-то объединить под какой-то начал. Ну, и, по-моему, вот это неплохой будет проект Стерненко. Стерненко тоже там не стоял в стороне и решил на Дубинского подать иск за то, что он его там за унижение чести и достоинства человека. Ну, там же Дубинский не стеснялся, называл его убийцей, ну, и Стерненко решил его наказать. Ну, и, конечно же, весь день интернет бурно обсуждал события со Стерненком, о том, что он из обвиняемого стал потерпевшим в нашем законодательстве, о том, что праворадикалы, как рулили в 2014 году государством, таки продолжают им рулить, что у нас ничего не меняется, и товарищ Зеленский, зробу моих разом, и нас таки зробил. Спасибо, все, кто за него голосовали, они, видимо, получили подтверждение и оправдали свои голосования. Ну, ничего, живем дальше, как говорится. К вечеру вчерашнего дня события начали развиваться стремительно и интересно. Интернет узнал, что Гордон решил взять интервью у товарища Гиркина. Ну, отличный пиар-ход с точки зрения Гордона, создать скандал со скандальной личностью, с террористом и нажраться хайпа. Не успело еще закончиться интервью, как Женя Карась начал собирать людей к офису Гордона и идти его там чуть ли не полить. Они пришли, обрисовали, устроили какие-то хулиганские действия. Гордон! Гордон! Гэть, Лугандон! Гордон! Гэть, Лугандон! Террористам суд, а не эфир! На что отреагировал Гордон своим обращением, оправданием? Рассказал, что на самом деле это была спецоперация и у нас такой Джеймс Гордон. Говорю официально. Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. который выводил на чистую воду Гиркина. Но на самом деле, если пересмотреть все интервью, то ничего нового Гиркин не сказал или то, что не озвучивалось раньше. То есть, все это было известно и раньше. Какую он там специально важную информацию, раздобывшую для СБУ и ГПУ, столь важную информацию, я не знаю, честно говоря. По-моему, кроме как хайпожорства, это ничего не было. Возможно, это тоже нас ожидает в будущем. Новый проект уже и во главе с Гордоном, его пирамидками, политический проект. Неплохо он начал с няш-няш. Сейчас бомбануло с Гиркиным. Дальше неизвестно, с кем будет следующее интервью. Но я не думаю, что он остановится на этом. И в своем обращении он пригрозился к радикалам, сказал, что у них есть время к утру все там поубирать. Я официально обращаюсь к тем ребятам, которые пришли под мой офис и разрисовали там асфальт, разрисовали вывески. У вас есть время до утра для того, чтобы все стереть и исправить. Его интервью было согласовано со спецслужбами. Ну и он такой классный парень, работает на Украину. Вот такие вот события, друзья, были в понедельник. За ним было интересно наблюдать. Рождаются, на мой счет, новые политсилы, новые лидеры общественных мнений. Ну, как новые. Они уже старые, просто их там интенсивно пкнут на политический Олимп. Ну, а действительно, за кого там голосовать? Все уже прижились, приелись, и нету ни единственной никакой достойной политической силы. И люди это понимают, и не просто не хотят идти на выборы. Вот и олигархи рождают свои новые политические силы. Ну, посмотрим, как все будет развиваться дальше. У кого там будет интервью брать, Гордон следующего. И какие события будут со Стерненком. Он там уже напал на Дубинского. И посмотрим, что ожидает нас. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Мне очень нужна ваша обратная связь. И до скорого, друзья.